Всем привет! Вы на канале Нашу жизнь в Америке. My life is my life и Судяна. По куче настоящее. Это мега распаковка у нас будет. У нас пришла куча посылок с Амазона. Они побыли на карантине. Мы решили, не разбираясь где что лежит, сделать одну такую большую распаковку. Может быть я что-то досниму и потом порежу на кусочки и сделаю пару видео. Пока сами не знаем. Приблизительно догадываемся где что в какой коробке лежит. Ну в общем все будет так сказать... Начинаем. Ух ях! Прямо разбираться будем. Давай все убирай. Давай с самой большой начнем? Или с самой маленькой? Ну я с этой хочу. Почему с этой не стой? Я уже решила. Ну давай. Я ее первое заметила. С этой, да? Да. Это плохой нож Сережа был. Хороший нож. Редко участвуешь в распаковках, поэтому не умеешь открывать. Потому что я занята все время. Маришка у нас студент. Получается хорошо и много. Заня давай разрежем? Не будем. Короче уроки делай со страшной силой. Скажи что ты как хорошо делаешь уроки? Очень хорошо. К сожалению. К сожалению в лоте студенческие снимать не можем, потому что в школу не ездим. Это краска. В общем первый лот. Опа. Как меня это самое. Короче очень, краска с очень интересной историей. Давай расскажем быстро как ты чем красилась когда или что? Давай я расскажу. Или ты хочешь? Ну давай. Ты как хочешь. Ну обычно мы краску покупаем где? Скажите нам. В Волмарте. Где мы покупаем краску? Где мы ее только не покупали. Ну рассказывай. А я буду вставлять через копейку. Ну в Волмарте мы обычно покупаем краску. Но сейчас. Да иногда нам везло. Мы покупали ее там с купоном в пару долларов. Да. А сейчас в связи с карантинными мерами мы решили. И та краска во-первых пропала. Во-вторых ты решила. Вернуться именно к этой марши. Шварцкоп. Да. Потому что я когда-то ей красилась. Когда у меня были волосы красного цвета. Мне нравилось. И тогда ты была молодая и красивая. А сейчас. Очень молодая и красивая. Вот. Мне очень нравилось как с нее блестят волосы. И я решила попробовать ее сейчас. Уже в роли ну скажем блондинки. Потому что бурочного цвета не было. Да. Я не знаю. Я именно как блонд. Ну в цветах блонд я буду ей первый раз краситься. Но я думаю что будет это хорошо. Ну я уверен. Да. Ну мне понравилось. Ну короче что самое интересное с этой краской. Давай я расскажу. На тот момент когда мы ее все таки заказали. Я уже не хотела ни этой краски. Ни в принципе красить волосы. У меня дергалась краса. Я говорила Сережа. Сережа откажись от всего этого. Я уже не хочу ничего. Рассказывай Сережа. Чем хороший Амазон что можно. Чем хороший Амазон можно взять просто отказаться. Даже если она не пришла. Или где-то она на пол дороги к тебе. Или она пришла. Ты ее просто отправляешь. Любую посылку обратно. И без всяких проблем. Вот. В общем сейчас на всякий случай мы должны сделать с ней серфи. Блин. И поставить ее по ходу по какой-то очень спешл проекте. Самое интересное. Значит на Амазоне эта краска сколько у нас стоила. Ты помнишь или я буду должен проверить. 14. Или 12. Ну короче что то около этого. В общем ее можно было бы купить в Волмарте. Ну во первых в Волмарте сейчас немножко тоже с красками стало похуже. Да. Вот. Могли бы ее купить в Волмарте или в другом любом магазине. Но там бы она стоила 29 долларов. А на Амазоне она стоит 9.99. Но самое прикольное в том. Что ее можно купить только одну. Короче мы просто полностью окабанили. То есть ну вот как это можно купить одну. Вот Марине надо две чтоб голову накрасить. Не будем говорить покрасить некрасиво. Накрасить лучше да. И ей надо две. И мы такие щуп сейчас говорю без проблем. Ставлю две штуки. Пум не проходит. Что такое за фигня. Говорит короче вы уже перебрали лимит. И короче схема следующая. Можно взять одну краску. И потом можно подписаться. Подписка будет если подписываться. Так значит тут я сейчас открою. Как она должна открыться. Вот сейчас открою подписку. Она значит предлагает. Раз в две недели. Три месяца. Пять недель. Шесть семь. Два месяца. Три месяца. Четыре пять. Шесть. В общем вариантов получить вторую краску в ближайшее время. В ближайшие две недели. То есть получается можно подписаться. Она вот будет приходить каждые две недели. Мы подписались на. Раз в месяц. Три наверное. Или в три. Ну не помню. Вот. Ну блин короче получается вот такая лажа. Попробовали заказать на следующий день. На следующий день она то же самое говорит. Вы уже типа заказали ее один раз. И ждите своего ордера по подписке. Вот. Ну можно еще подписать было Марину на Амазон. Как мембера. Потому что. Мне без тебя скучно. Значит. Я уже рассказывал. Что у нас на Амазоне. Прайм подписка. Вот она и позволяет как раз. Все отправлять бесплатно. Обратно. То есть не надо не платить за пересылку. Ничего. Можно отправить любую вещь. И бла бла бла. Ну в общем. Прайм дает очень много. Бонусов. Опять же таких. Что приходит товар очень быстро. Ну тем не менее. С Праймом. Мы не смогли заказать столько. Сколько хотели. И мы. Хотели подписать Маришку. Но потом. Как она уже сказала. Она занервничала. И выбрала себе еще одну краску. Может мы ее найдем здесь. Вот в этой куче. Она уже наверное тоже. Да. И скорее всего. Что мы откажемся от этой рассылки. Потому что. По списке. Рассылки. Ну я не знаю. Я хочу. Я не хочу нервничать. За какие-то такие мелочи. Если я собираюсь красить волосы. Я не хочу. Чтобы это превращалось. В какую-то блин. Пойди найди это себе. То есть. Ну какая-то дичь. Чтобы не купить краску. А. Мы еще пошли. Мы еще пошли. На шварцкоп. В. Доткам. Да. На их сайте. Все. Типа классно. Смотрите туда-сюда. Говорят. Купить можете. Волмарт. И Амазон. Волмарт 29 долларов. В CVS. Чуть-чуть дешевле. 29. 29. 29. 99. Да. Я могу открыть. Вот. Так что купили одну такую краску по краску раскраску. И где-то будет наверное вторая. В общем дефицит в Америке краски это жесть. В общем надо переходить. Аккуратненько. Вот. Поэтому Маришка выбрала еще одну какую-то. Опа. А это мне немножко. Ага. Вот. И потом значит. И потом она будет посмотреть какая лучше. Вот. А я себе заказал вот такую вот интересную 4 в 1 подставка. Зарядка. Вы уже если кто смотрит наш канал регулярно. И не пропускает распаковочные видео видели. Одна недавно была. Вот. Я с ней немножко поигрался. И она мне не очень понравилась. И я ее взял продал. И заказал другую. Значит на ней можно будет заряжать телефон. Часы. Карандаш. Наушники. Катаринки нужно. Которых нету. У Катаринки есть карандаш. Но ее телефон и не заряжается через таким макаром беспроводным. И у нее пока еще нету Apple Watch. И поэтому я с ней поиграюсь. Если она будет хорошая. То она пойдет заряжать Катаринке карандаш. А их сейчас выходит такая куча всяких разных. И вот тогда поэтому я может еще буду покупать. Ну в общем сейчас мы ее распечатывать не будем. Она будет в отдельной распаковке. Смотрите. Покажу. Расскажу. Может вставлю кусочек той подставки. Там мне не понравилось честно говоря. И вот такие дела. Наверное будет кстати черная. Здесь написано для меня без очков. Не вижу что там написано. Не написано. Ну посмотрим. Это будет следующее видео. Будем смотреть эту подставку. Так. Следующая наша распаковка. Ну давай что ты будешь распечатать. Давай большую карту. А почему ты? А почему ты большую выпал? Ну ты сама ее так сказать. Ты выбрала маленькую. Ты же сказал что. Почему ты выбрала маленькую? Я не знаю. Так. Ну может я надеюсь на что-нибудь. В смысле? Ты думала в маленькой коробочке тебе маленький подарок? Может быть. Твой маленький подарок должен быть в большой коробке. Да. Я жду большую карту. Вообще-то я жду подарок уже для Маришки. Блин. А что это такое? А вот не покажу. Это вот для тебя и не покажу. Короче я заказал Маришке подарок на день мамы. И этот подарок. Это продавна. С точка точка к блин идет уже 20 дней. Обещали привезти за 5-7 дней. Я думал что я. Он мне так нравился. Я думал ей торжественно вручу его на свой день рождения. Блин. Ни хрена не получилось. Блин. Он не пришел на день мамы. Блин. Я с ними переписывался. Дыши. Как говорит наш профессор. Главное дыши. И ругался. Блин. Они мне пишут. Будьте это самое. Типа вежливые и культурные. Ожидайте пожалуйста. Из-за коронавируса. Блин. У нас типа горячая это самое. Чего ты злишься. Зайка. Ты понимаешь что. Когда мне слали вот этот браслет. И писали из-за коронавируса. Это было понятно. Потому что когда я его заказал. Его близко не было. Но когда они взялись за заказ. Даже за доставку. Потому что типа не на 35 долларов там или на 50. И такие 5-7 бизнес дней. Окей. Думаю хорошо. Думаю как раз успевает. Катяшка. У меня день рождения скоро. Так ты смотри. На все праздники подряд. Один подарок. Я боюсь что не успеть прийти на день рождения. Можно мне наконец посмотреть что это? Короче они меня расстроили. И в результате я им уже и по плохому писал. И по хорошему. Потом решил. Пошли они. Вау. Я знаю что это. А тут еще для меня. Подожди. Тут еще для меня. Вот такая штука. А кто хочет первый смотреть? Ну я не знаю. Давай. А это что? А это какие-то провода за машину. Очередные лампочки. Так. И я знаю что это. Наконец Сережа ко мне. А ты мне можешь что-то подарить если хочешь. А не просто купить и будет теперь подарок. Дарю блин. И так. Я посмотрела одну девочку блогера. Которая восстанавливается после родов. С помощью. Как их правильно назвать Сережа? Резинки же да? Да. Резинки. 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 И в общем я тоже так загорелась. Родить я шучу. Не родить. Слушай давай. Слушай давай. Двоем потянет. Не. Тянется. Короче они рассчитаны. Каждая на свой вес. Тут по моему написано должно быть. Это медиум. Кстати пакетик очень хороший. Медиум да? Видишь это light. Вот это будет растягиваться. Это вообще хард будет. В общем как я попала на канал этой девочки. Я попала. Потому что я искала упражнения для ног. Мне Сережа нашел какие-то упражнения для ног. И я начала заниматься. Это украинская женщина. Она бодибилтер. Как ее зайка зовут? Анна. Это когда я тебе ее сначала нашел? Так я все говорю что ты нашел Анна. Нет. Я говорю как это все началось. То что я попросила Сережку упражнения для ног. Мне подыскать. И Сережа мне нашел с украинской бодибилтершей. Женщина такая. Ну она уже возрастная. Короче сначала я вообще думал что это мужчина. А я типа голос утра сказала что это женщина. Там голос конкретно мужской. Ну не правда. В общем я там ссылку вам дам на канале. Вы залезьте туда обязательно посмотрите. Я такой смотрю блин. Мужчина такой пожилой такой подтянутый. Все дела. И канал называется как-то блин. Женским именем. Что за фигня. Думаю это на которую он показывает. Сразу подумал. Потом смотрю на другой на третий показывает. Думаю что за фигня. Марина говорит типа это женщина. Я такой блин думаю какая нафиг женщина. Голос ну реально все равно. Нет голос очень хороший мужской голос. Ну а потом оказалось что это женщина блин. Ёшкин кот. Я офигел. И в общем я начала там делать некоторые упражнения. Как она советует. А потом я начала еще сама что-то искать. И вышла на канал этой другой девушки. И вот мне нужны были такие штуки. Ну Сережка Ручету я вообще не смогу просто. Тренироваться. Я смотрю что мешочек не подходит. Тренироваться. А это наверное рассчитано на одну только. Почему на одну? Ну остальные это что рассчитано на хранение. Наверное надо вот так бабушками скручивать с хорошими. Все равно не влазит. Поперед. Ну не знаю. Ну в общем попробовал. Ну в общем классно. Вот так вот положишь в мешочек. Ну вот это мне кажется кто ей вообще может заниматься. Посмотри Сереже. Ну Слайка сегодня начнешь. Старайся Сережа. Она тянется. Но блин она не сильно растягивается. Ну начнешь с Слайкой и потихонечку втянешься. А потом еще закажем вторую. Чтоб не слетало. Чтоб ноги сильно не забирались. Ну я короче вам просто рекомендую. Кто хочет девушке и женщине заниматься. Ты только либо с ней персонально. Либо по ее урокам. Ну там во первых очень классный канал. Эта женщина очень классно рассказывает. Ты хорошее упражнение показывает. И именно вот что мне понравилось. И почему я Малюшке сразу ее подсунул. И ты не хотела ее брать. Ты потом очень упиралась. Даже смотреть не хотела. Мне понравилось то. Что эта женщина тренер. Не так как эти типа фитоняшки. Вот давайте давайте там типа попкой крутить. И типа все у вас будет хорошо. Нифига хорошо не будет. Надо тяжело и много работать для этого. Это во первых. И эта женщина так и сказала. Что типа то что вам показывают. Что они там где-то чего-то. Вот так вот попрыгали и поскакали. Ноги позадирали. И все у вас будет хорошо. Тоже нифига хорошо не будет. Надо идти в спортзал. Надо брать специальные тренажеры. Но честно скажу про резинки я не видел. Это про резинки Марина в другом месте увидела. Не знаю помогают они или нет. Но когда ты думаешь что они тебе помогают. То они тебе помогут. Не помогут по любасу помогут. Потому что ну вот как ты первый раз захотелось по нему. Он тебе помог. Ну конечно. Да. Так что теперь переходим к более интересным вещам. Резинки это все ерунда. Ну конечно это тебе не ерунда. Расскажу теперь про лампочки. Совсем недавно вы видели видео там где мы купили лампочки. Что я прикалывался. Типа надо чтобы светомузыка была. Их они должны были работать от телефона. Их можно было вставлять в старшер. В светильник куда угодно. Причем каждую лампочку можно запитать. Или к одному телефону или к разным. И задать сценарий работы и бла бла бла. Через два часа работы с ними мы их упаковали в коробочку. И они на днях отправятся на почту. Потому что короче. Потому что на самом деле мальчики 3 или 4 часа тут прыгали. Не ну где-то час мы потратили. Сначала Антоша мучился пока мы кушали. Потом я думаю может он что-то крутит мутит. Не получается у него. Но он все хорошо разобрался. Им надо оказывается 2,4 этих килогерц или герц нам типа от модема получать. У нас модем стоит от 2,4 до 5. И все и они не могут подключиться. Короче шило какое-то пришлось отправить обратно. Так ну в общем здесь дополнительные провода. Это блок питания на 220. Это для машины и для дома. Это для дома. Просто у меня есть идея. Знаешь что. Это интересно падает. Я хочу наше вон то дерево на входе. Это надо чтоб не потерялось. Это очень переходничок такой нужный. Я хочу дерево на входе обмотать гирляндочкой. Одноцветный. Одноцветный. Обмотаем. У нас кстати висит на потолке две гирлянды. Мы как-то после нового года оставили. И что самое интересное. Они висели и висели. Мы мало пользовались. Они сдохли. И вот теперь мы поставим вот такие. Я знаю что это. Короче это светодиодная лента. Модная. Молодежная. А давай включим. Или она не включится. А я наверное когда вот буду делать распаковку вот этого. Добавлю туда включение и покажу. В общем. А кстати я пульта не вижу. Она должна работать от пульта. Она не от телефона работает. Вот почему они эти штуки так положили. Я не понимаю. Может они выпали от пульта? Это такие вот букашки для того чтобы контактить их. А вот пульт здесь. Блин. Красивый. Их и сетей. У нас уже таких хоть и красивых. Весь дом завален. Он точно такой же как и в спальне. Беленький. Такой. Хорошенький. Заодно еще в спальне не такой. Нет. В спальне другой. В спальне у детей стоит лазер. В спальне у детей стоит. А тут без пульта кстати. Нет. У нас в спальне. А у нас спальне да. У нас спальне. В общем вся эта шляпа сейчас идет либо с таким пультом. Либо от телефона. Я решил взять без телефона. Потому что уже на телефоны приложили не получается. Таких целая куча. Поэтому. Мы испытаем. Если нам понравится то мы будем брать еще. Как говорят другие блогеры. Не. Не блогеры. А в комментариях пишут. Товар пришел быстро. Коробка помята. Одна лампочка не работает. Пять звезд продавцу. Буду заказывать еще. Это на алиэкспрессе такие комментарии. Ну. Я почему уверен что буду заказывать еще. Потому что здесь. Потому что мы будем обматывать еще. А мы повесим. Вот я хочу чтобы в кухне был у нас. И хочу чтобы там в зале был. Вот. И вообще очень классно все это будет работать. По цветному и по яркому. Так что испытаем. Должно работать. Вот эти вот. Мне не нравится. Что они так плохо положили. Это может потеряться. Это плохо. Как-то неаккуратно. Они с товаром. Со своими. Вот. Так. И что у нас еще. Тогда нужно вот эти. Эти надо снимать. Ну они уже не горят. Да. Снимем конечно. Только вот я не знаю каких крепить к потолку. Потому что у нас потолок такой. А ты же крепил эти. Повкор называется. А здесь другая. Это самая. Я же могу проколоть. Нельзя. Может быть на стенку наклеим. Ну в общем сделаем. И покажем. И что у нас еще наверное одна коробка есть. Да. Какая-то маленькая коробочка. Так. В общем это классная штука. Решил взять ее вместо лампочек. Ну возможно лампочки тоже будем покупать. Потому что прикольно. Лампочки они стоят в каршерах. Вот. Это так играться. Типа для. Ну такого какого-то вечернего. Там сделать с вечерней. Романтического. Да. Романтического. Вот. А лампочка есть лампочка. Ее можно включить в другой цели. Чтобы и свет получить. Освещение. Ну что там. Что там. Вторая краска. Как же ты рада. Как ты рада. Ну вот с этой проблем нет. Их можно заказывать больше. Да. Ну мне кажется что проблем не было. Сколько она стоит. Эта краска стоит. Эта краска стоит. Эта краска стоит 8,79. Ну. Лориаль. Да. Вот такая. Так что буду краситься. Я комбинирую две краски. Ее тоже кстати можно поставить на эту самую. На подписку она будет приходить. Ну мы пока не подписывались на нее. Потому что. Я ее вообще не знаю. Поэтому будем покупать. А вообще это очень классно. На Амазоне все вот эти вот расходные товары. Например. Бумага для принтера. Потом. Что еще не предлагали. Подписаться недавно. Ну да. Мне кажется на все. Короче. А. Батарейки. Я покупал батарейки. Нам надо было в Космо в кубиках поменять. Там такой конструктор есть. Не конструктор. Как это сказать. Правильно игру. Маленький роботик. Да. Маленький роботик. Он кубики поднимает. Надо было поменять. Они тоже предлагают подписку. То есть все расходники. Все что расходуется. И периодически покупается. Амазон предлагает сделать подписку. Ну короче. Это как и торговая сеть. Привязывает тебя к себе. И тебе голова не болит. И постоянно деньги у тебя за счет. А списываются. И очень хорошо. Все виноваты. Вот. Ну и все. В общем что. Ты будешь краситься двумя сразу или одной? Двумя сразу. Потому что мне же одной не хватит. Так что на следующей распаковке. На следующей распаковке. Которая будет посвящена фиолетовому шампуню. Это еще один модный гаджет. Но про него отдельный рассказ. А какой про него может быть отдельный рассказ? Ну ты покажешь что получилось. Потому что это действительно интересно. То что будет. Эффект. Мне кажется все девочки про него знают. А ты не девочка. Поэтому для тебя это какое-то открытие. Ну и что. Кто-нибудь может знает. И думает. Покупать не покупать. Как ты пишешь. Там видишь. Говорят. Пишут. Синие волосы. Пишут. Ну. Мне кажется очень много кто. Комментариям верить мне кажется нельзя. Все. Поэтому. Комментируйте так. Чтоб вам можно было верить. А вы на канале. Наша жизнь в Америке. Ты неправильно говоришь. Я должна верить. Давай. Комментируйте так. Чтоб вам можно было верить. А вы бы не верите. Не лайк. Не лайк. Не лайк. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Чтоб не пропустить очередное видео. Про магазин или распаковку. Потому что у нас сейчас такая жизнь. Магазин, стол, распаковка. Либо онлайн магазин, либо нормальный магазин. Так что ближайшие. Да нет. На самом деле классно мы сейчас живем. Да вообще шикардос живем. Мы столько начали фильмов смотреть. Столько ютуба начали смотреть. Мы столько спортом занимаемся. Сережа Антошу гоняет. Антоша говорит, что он себя чувствует. Что значит Антошу и Катаришку все занимаются. Но Антоша говорит, что он себя чувствует новобранцем. Так что. Вот. Следующая ближайшая распаковка это это. Ну и все. И увидимся в новом видео. Пока-пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok